Снова всем здравствуйте! Если кто не в курсе, меня зовут Львов Василий Андреевич. Ссылка на мой сайт будет в описании под видео. Да, давеча я вернулся, понимаете ли, из поездки, с отдыха. И сегодня расскажу, как это было. Фотографии их не будет, видео тем более не будет, камера все равно нихрена не передает. Если вы поедете, то это вам ничем не поможет. Ну, в смысле, там, видео, фотки и так далее. Это надо ехать, это надо видеть своими глазами и так далее. Надеюсь, мой рассказ кому-то поможет, кто-то наконец-таки решится и так далее. Вообще, я предпочитаю и считаю, что правильно путешествовать, ну, да, на машине. Исключение, наверное, в том случае, когда дорога занимает несколько дней, а длительность отдыха, она ограничена. И поэтому терять несколько дней из там, допустим, 14, это не совсем правильно. У меня дорога занимает примерно два с половиной дня. Можно укладываться в два дня. Можно ехать с одной ночевкой. Это возможно. Расстояние 2400 километров в один конец. Но я предпочитаю ехать с двумя ночевками в каждую сторону. И сейчас объясню, собственно, почему. Машина у меня Нива Урбан, трехдверка. Характерно тем, что масла у меня используются. Это, опять же, не реклама сейчас. Это просто я рассказываю, вот в чем особенность, например, моей машины. Потому что все знают, что Нива, это машина колхозника. Она никуда не едет, она не разгоняется. Там слабый движок и так далее, и так далее, и так далее. И по большому счету это все правильно, если не начинать определенных нюансов. Все это примерно так. Но все это дело у меня усугублено тем, что колесики у меня стоят побольше. 215 на 65 на 16. То есть, они диаметром больше штатных, шире штатных, и, соответственно, тяжелее штатных. Их тяжелее разгонять. Но при этом масло во все агрегаты у меня залита наше, российское, Купер. Это то, которое с медью. Я считаю, что благодаря именно вот этому маслу, собственно, маслоаниям насиявило. Заливать я его начал, начиная с пробега в 13 тысяч. И после этого машина поехала. После того, как начал лить в трансмиссию, у машины появился накат, и я понял, наконец-таки, нафига ниви вообще тормоза нужны. До этого там просто педаль газа отпустила, она визжжжжжи и приехала. Вот. Появился накат Двигатель стал нормально крутиться Нормально разгоняться Поэтому например Сейчас у меня на обгонах Проблем не возникает Раньше проблема была Начиная с 90 км в час Выйти на обгон Тем более Выйти на обгон Когда впереди идущий идет за скоростью 100 Или не дай боже выше Это была реальная проблема Сейчас такой проблемы нет То есть без проблем Машина прекрасно стартует Выходит на обгон Ускоряется хорошо Вот Ну да не на пятой На четвертой Но тем не менее На четвертой сейчас машина разгоняется До 130 без проблем Собственно Поэтому как то так Это особенность То есть эта машина у меня едет В отличии от других Ниф Которые заточены там Под плохие дороги Бездорожье Там по катушке по лесу И так далее Сама дорога Сама дорога Сама дорога Для меня дорога делится На по большому счету Две части Неравно Часть первая Это блин Татария То есть когда едешь туда До Самарской области Потому что пока Татария Татария это у нас Отдельное государство Со своими отдельными Не хочу сегодня материться Законами Вот Со своим Соответственно Беспределом Только в Татарии Например Я Словил такую хренотень Как То есть только что Было ограничение 40 км в час Населенный пункт Ладно хрен с ним Хотя почему не 60 Почему не 50 Почему 40 Надо ползти Не суть Но Потом ты проезжаешь Знак Конец всех ограничений Именно что И после этого знака Когда ты начинаешь Разгоняться И гарантированно Выходишь на скорость Там Выше 80 Висит камера Других знаков там нет Просто висит камера Которой навигатор сообщает Камера на 60 Какого лешего Это называется Беспредел Собственно Точно так же Понатыкано Когда знаков Ограничения 20 И соответственно Камеры Не просто на пешеходов Хотя Блин Какой может быть Не пропуск пешехода На скорости 20 км в час Мне тут сложно представить Тем не менее Висит камера На ограничение скорости В свое время Вот эти вот все вещи Когда едешь По Татареи По населенным пунктам По деревенькам Татареи Как тебя навигатор Видит По в конце концов Плотине Через каму Вспоминаешь Приходит на ум Скажем так Исторические аналогии Ты начинаешь Понимать Почему и каким образом Иван Грозный Брал Казань На тот момент Если вы не в курсе Татарея Не была Отдельным государством Это была Точно так же Как сейчас Отдельная Хотите Назовите Область Губерния Республика Сейчас же Татарея Вроде как Татарская республика Но это же Не отдельное государство Правильно И как я понимаю Там просто-напросто Местные чинуши Дошли до того Что фактически Отменили Что называется Федеральный закон В свою пользу После чего Пришлось Отправлять туда Войска И наводить порядок Невменяемых чинуш Развешивать Красиво Вот По елкам И соответственно Устанавливать Обратно Так сказать Федеральный закон Вот Сейчас Я так подозреваю Примерно То же самое Надо делать Потому что Примеров Тому Вот я один Только что Привел Пример второй Значит Дорога Прямая Видимость Что называется Миллион на миллион Двухполоска При этом Справа Слева От дороги По такому Лужку Шириной метров По 30 Наверное 50 От дороги И потом Начинается лес Что с одной стороны Что с другой Посреди этой дороги Там То ли Нефтепровод Идет То ли Что Соответственно Там Конструкция Над дорогой Такая Чтобы Понять Рубашню И вот И вот на этой Хренат И вот на этой хренатине Висят Камеры И соответственно Там Блин Стоит знак Ограничение 70 И соответственно Камера Лично Лично у меня вопрос На хрена Вот просто так Вне населенных пунктов Там ничего нет Никаких населенных пунктов Там В поле зрения нет Пешеходного перехода Нет Кто там Медведи будут переходить Олени Лоси Там стоит камера Просто так Посреди дороги Ну как я понимаю Для сбора денег Несоответствий Знаков Различных Каких попало Дорожной обстановки Я наблюдал постоянно Для тех Кто не в курсе У меня образование Специальное По образованию Я В дипломе написано Юрист А так Гаишник То есть Я профессиональный Гаишник Я учился на Гаишниках В Советском Союзе Были такие Учебные заведения Тут на оперов Здесь на следователей Здесь на экспертов Криминалистов Здесь на гаишников И так далее Соответственно Все вот эти вот вещи Мы учили Как строится дорога Исходя из Чего Зачем Почему Ставятся Дорожные знаки Как там Что рассчитывается И так далее И тому подобное Сейчас Такое впечатление Что это Знаете Вот то Чему я учился Это Утерянные знания Блин Какой-то древней Великой цивилизации Прошлого Потому что То как сейчас Все это хозяйство Например Фаза обгона Как рассчитаны Сейчас Фаза обгона То есть То место Которое предназначено На дороге Для обгона Оно рассчитывается По специальной формуле Но Там есть Един Маленький Нюанс Формула Это Как всегда Просто Ты просто Подставляешь Определенные Значения Формулу И ты Получаешь Результат Но Там есть Нюанс В определенных Ситуациях Там надо Подставлять Знак Минус К результату Таким образом У тебя Получается Штука Такая Ты считаешь Вроде как Вот Обгон Для Движения Отсюда Туда Но Когда ты Подставляешь Минус Получается Что у тебя Будет Зона Обгона Для Потока Встречного Как раз Таки Вот Понимаете В нашем Взводе Три человека Два человека Регулярно Решали Правильно Правильно Один Периодически Решал Правильно Все остальные Решали Неправильно Не понимая Когда надо Подставить Вот этот Значок Минус То есть Чтобы фаза Обгона Была Обрата И Эта ошибка Такая Достаточно Распространенная В результате Этой ошибки Получается Картина Какая Вот Вы Наверное Замечали Те Кто За рулем Постоянно Когда Ты едешь Ну Когда Знак Обгон Запрещен Как бы Ну Все Понятно Тебе Запретили Обгон Ты Вынужден Плестись Но При этом Зачастую У тебя Получается Так Причем В подавляющем Большинстве Случаев Ты Плетешься А Навстречу У тебя Никого Нет Но Как Только У тебя Возникает Знак Конец Действия Знака Обгон Запрещен То есть Обгон Разрешен У тебя Куча Встречки Тут же У тебя На встречке Там едет Толпа То есть По итогам Например Вот этой Поездки Этот знак Склонен Называть Блин Осторожно Встречка Не конец Зоны Действия Знака Обгон Запрещен А Осторожно Встречка Потому что Если стоит Этот знак У тебя Встречка По любасу Там будет Даже Не сомневайся В двух Случаях Из десяти Я ошибался В двух Из десяти Или там Пятнадцать Все остальное Это Осторожно Встречка И как только У тебя Встречка Заканчивается У тебя Стоит Знак Обгон Запрещен Почему Потому что Неправильно Рассчитана Фаза Обгона Потому что Должен Стоять Значок Минус Ты Как раз Вот для этого Потока Должен Стоять Знак Обгон Разрешен Там Где Стоит Знак Обгон Запрещен У тебя Как раз Там Встречки Не будет Но это Опять же Для тех Случаев Дороги Когда Там Прямая Видимость Там Или Плавный Поворот Вот С хорошим Обзором Когда у тебя Вменяемый Нормальный Рельеф И так Далее Вот Понятно Да Когда у тебя Перекрестков Нет Вот То есть При прочих Раун Вот в этом Случае Да У тебя Должен Стоять Знак Обгон Разрешен У тебя У тебя Стоит Знак Обгон Запрещен А потом Соответственно Там Где У тебя Ну Согласно Всем Расчетам И Практики Где У тебя Встречка Там Соответственно Должен Стоять Знак Обгон Запрещен Все Блин Что в этом Сложного Я не знаю Когда Мне говорят Что сейчас Все Компьютеризировано И рассчитывается Исходя Из компьютерной Программы Я говорю Ребята Компьютерную Программу Составляют Тоже люди И им Дают Определенное Тех Задание Этот момент Надо контролировать Как я понимаю Контролировать Все это Хозяйство Специалистов Мало На сегодняшний день Категорически Мало Потому что То учебное Заведение Которое Закончил Я Как Именно Специалист Гаишник На сегодняшний День И уже Достаточно Давно Обзывается Тупо Юридическим Институтом И там Просто Штампуют Полицию С Общеюридическими Общеполицейскими Знаниями И там Есть там Факультет Гаишник На котором Преподают Те кто В свое время Там учился И учился Не очень хорошо Все Собственно Вот это Конечно Печалит Соответственно Все камеры На дороге Это не Про безопасность Это про деньги Это тоже Всем понятно Про безопасность Это Когда дорога Минимум Четырехполосная Когда Соответственно Встречные потоки Разделены И разделены Не просто Отбойником Или тросиками А Разнесены По рельефу Местности Желательно Чтобы между ними Была лесополоса Или они были Банально На разных Вот Уровнях По высоте Тогда Можно идти С дальником Не боясь Что ты будешь Слепить Встречный Дороги Сейчас Надо признать Строят Дороги Хорошие Строят Это радует Печалит То что На этих Дорогах Которые Фактически Соответствуют Понятию Автомагистрали Ну то есть Например Мы можем Взять Дорогу Самара Тольятти Это Автомагистраль С ограничением Скорости 110 Вот И Состояние Этой дороги Хуже Чем Тех дорог Которые Сейчас Строятся Как Четырехполоски Но тем не менее На этих Дорогах Ограничения Блин 90 И регулярно Висят Камеры Возникает Вопрос Нахрена Собственно Нахрена Собственно Потому что Вот По магистрали Там Тольятти Самара И там Еще одно место Было Я прокатился По большому счету Ну никто В общем-то Больше 130 Те не идет То есть Редко Кто идет 140 Вот И Крайне редко Кто разгоняется До 150 А так Идут В левом ряду 120 Вот 130 Как-то так В правом ряду Соответственно Идут Там Помедленнее Зачем Вносить И тормозить Поток Зачем Вносить Ограничение И тормозить Поток Мне Например Вот это Совершенно Непонятно Особенно Там Где дороги Именно Платные Ты и так Уже Заплатил С тебя И так Уже Взяли Плату За все Это Хозяйство Да Какого Черта Значит По пути Туда На трассе В Саратовской Области Трасса Урал С меня Содрали Блин Пять штрафов За Один день С Периодично Сюда В несколько Минут При этом Как я понимаю Знаков Никаких Там Не было Потому Что Когда Висит Знак Я Сбрасываю Скорость И иду Значение Знака Плюс Километров 20 Ну 18 Вот 15 18 Километров В час Плюс Как Ненаказуемый Порог Но То Что Мне Пришло Я понимаю Так Что Там Знаков Просто Не было Потому Что С Превышением По Знакам Блин Там На 30 Километров В час Я Никогда Не Ешь Потому Этому участку Дороги Собака Платная Просто Без Предупреждения С дистанционным Взиманием Платами Повышенной Стоимости Удручает Уровень Как Сказать Знаний Правил Дорожного Движения В общем и Целом Водителей На Дороге Очень Много Тех Кто Не Знает Что Ехать Надо За Пределами Населенного Пункта Там Где Ограничение Скорости Больше Чем 70 Км В час Ехать Надо Как Можно Правее Как Можно Ближе К Обочине Или Как Можно Ближе К Линии Разметки Обозначающей Обочину Зачем Это Надо Первое Ты Дальше От Встречного Второе Тем Кто Хочет Тебя Обогнать Ты Не Перекрываешь Обзор Когда Человек Едет По Осевой Фактически Он Перекрывает Обзор Тому Кто Сзади Тем Самым Создает Аварийную Ситуацию Ширина Дороги Изначально Практически Всегда Кроме Там Совсем Уж Каких-то Сельских Дорожек Она Всегда Практически Такова Чтобы Там Проехало Три Легковушки Рядом То есть Две Легковушки По краям И одна Посередине Это Безопасность Когда Человек Едет По осевой Блин Близко К осевой Что Тот Что Этот Получается Картина Когда Блин Третьему Вписаться Собственно Некуда Это Плохо Это Неправильно По Точно Так же Когда Четырех Полоска До Хрена Баранов Которые Едут По Левой Полосе После Того Как Обогнал Либо Обгоняют Значит Те Кто Идет По Правой Полосе С Незначительным Превышением Скорости Незначительным Оно Тянется Оно Вот Его Блин Как Мамка Растила Блин Вот Ты же Мой Принц Ты же Мой Король Ты Вот Самый Лучший Уси Пуся Си Си Писи Так Вот Это Говно И Выросло Считая Что Именно Оно Король Дороги И Поэтому Оно Теперь Может Еле Ползти Понимаете Либо Относительно Того Кто Справа А то И Вообще Встать Тебе Вот В Саратовской Области Дороги Строятся В Самарской Области Дороги Строятся Очень Хорошо Значит В Сальских Степях Дорога Делается Мне Навигатор Предлагал Когда Ехал В Крым Навигатор Мне Предлагал Ехать Через Ростов То есть Уйти После Саратова На Воронежскую Область Там Соответственно Через Ростов По Трассе М4 Вот По Платки Я Сильно Колебался С одной Стороны Четырех Полоска Там Это Очень Хорошо Это Удобно Все Таки С другой Стороны Эта Трасса Она Достаточно Аварийная Вот И На этой Трассе Ну Скажем Так Не совсем Понятно Где Ночевать Я Езжу Через Камышин Я Останавливаюсь В Камышине Это У меня Как раз 1200 Километров Что По пути Туда Что По пути Оттуда И Это У меня Точка Где Я Ночую По-любому Вот Достаточно Удобно Там Искать Соответственно Опять же Ночлег Опытным Путем Честно Говоря Не хочет Когда ты Сильно Уставший Блин Искать Опытным Путем Чего-то Там Не хочется Вот И Меня Смущала Именно Дорога Через Сальские Степи Мимо Сальска Она Была Достаточно В прошлом Году Она была Такая Как Лоскутное Одеяло Вот У меня На ней Аж Задний Амортизатор Потек Вот Штатный В этом году Эту дорогу Значительно Улучшили Очень много Участков На ней С новым Хорошим Красивым Асфальтом Вот Вот То есть Поехал Там Через Волгоград В общем-то Не пожалел Трафик Был Вполне Себе Вменяемый Адекватный Как-то Так Хорошо Попало На тему Того Как я Еду Еду Я Достаточно Быстро Еду Я Достаточно Энергично Я Не пытаюсь Экономить Бензин Это не та машина Чтобы Это пытаться Делать То есть Я Изначально Себе Считаю Расход 10 литров На сотню Все Собственно У меня В пределах 10 литров И получается Это Причем С кондиционером Соответственно Первая Ночевка Вот В Камышине Через 1200 Вторая Ночевка У меня В Тихорецке Это Еще 750 Теоретически Можно Пройти Во второй День Тоже 1200 До Пункта Назначения В Крыму Но Идти По Кубани Там Фактически Вот На юге Кубани Получается Транспортный Хаб Там Сталкиваются Потоки Которые Идут Через Волгоград Которые Идут Через Ростов Это Все Что Едет На Крым На Сочи Вообще На Черноморское Побережье Кавказа Абхазия Это Все Идет Через Вот Тут Вот А Дорог Там Ограниченное Количество Дорожки Идут Через Населенные Пункты И В жару Торчать В пробках В населенных Пунктах Мне ни хрена Не улыбается Поэтому При этом Все Если я Поеду Через Вот Это Вот Ну Я Буду Вместе Назначения Примерно В 10 11 Вечера И Че Собственно Ну Я Приехал В 10 11 Вечера Заплатил Хозяйке И Упал Спать Да Опять Жди Значит Никакой Уставший Будут Перетаскивать Вещи И только Утром Я пойду На море Я делаю Проще В 3 В 4 Дня Я в Тихорецке Достаточно Свежий Бодрый Заселяюсь В номер Вот Спокойно Кушаю Гуляю По Городу Ложусь Спать Деньги Раньше Встаю Пораньше Прохожу Кубань Все Фактически До 9 Утро И В районе 10 Часов Дня По Ижевскому Времени В районе Соответственно 9 Часов Утро По Местному Времени Я в пункте Назначения В Крыму Это При том Что Там 40 минут Больше 40 минут 50 минут После Моста И Соответственно Сколько Там 20 Минут По Мосту Считайте Я прошел За Там С 3 Утра До 7 Утра 7 Пол Восьмого Всю Кубань Вот И Собственно Все То есть Я В пробках Не стою Я В жару Там Не стою В этих Пробках Мне Хорошо Я приезжаю На море Свежий Бодрый Господи Что там Собственно Да 400 Километров Я прошел 400 450 Вот Все Закинул Вещи Ускакал На море Точно так же С утречка Блин Отдыхая При этом Все По пути туда Знаешь Уже Куда Заехать Съехав С Крымского Моста Сразу Купил Фруктов Блин Приехал На место Все Ты уже С дынями С арбузами И так далее Воддых Начался Дороги В Крыму Хорошие Дороги В Крыму Делают Энергично Дороги Строят Вообще Везде По всей Стране Непонятно Только Опять же Нахрена Такие Ограничения Значит Хочу сказать По разметке Опять же Глядишь Кому-то Поможет Ребят Смотрите Разметка Сплошная И прерывистая Она Наносится Тоже Не просто Как Ограничение На Обгон А Есть Определенные Нюансики Она Предполагает Определенный Рельеф И в этом Рельефе Когда Пунктирная Идет Прерывистая Идет В этом Рельефе Не может Спрятаться Легковушка Либо Вы ее Увидите Заранее И вам Будет Безопасно Уйти С обгона В свой ряд Понятно? Многие Этого Не знают В жару Сталкиваешься С тем Что Там Впереди Марьева Не совсем Вообще Все понятно Не совсем Видно Где Че Как Рельеф Кажется Значит Излишне Таким Крутым И люди Боятся Выходить На обгон Боясь Что там В складках Местности Значит Прячется Машина Боясь Что там За поворотом Будет Машина Нет Ребят Радиус Поворота Таков Что вы Заранее Увидите Встречку Успеете Уйти Поэтому Здесь Преживистое Поэтому Можно Обгонять Если у вас Нет встречного Вот тут Вот в лоб Прямо Если вы Не видите Встречного Можно Выходить На обгон Если у вас Прерывистое Понятно Да Вот Это тоже Момент Надо знать Жаль Что сейчас Этому Я не знаю В автошколах Не учат Что ли Таким Собственно Нюансом То есть И зачастую Бывало Там Несколько мест Где Моя Нева Возглавляла Колонну На обгон То есть Я на обгон Все стоят Ну как Едут Там За Фурой Боятся Выходить То есть Я выхожу На обгон Я ухожу Спокойно Вперед Народ Начинает Тянуться За мной Вот Соответственно Точно так же Следующую Догоняем Я вижу Что здесь Да Здесь Можно Опять же Я ухожу На обгон Все Я пошел Да Впереди Вкладки Местности Но Я знаю Что Блин Все таки Вот эта Линя Нанесена Не просто Так Это говорит О том Что Если что То расстояние До встречного Будет Безопасно Ну Вот Как то так Как то так На сегодняшний Знак На сегодняшний День Он кстати Со знаками Я так думаю Что актуально Ставить знаки Не только Ограничения Скорости Ограничения Максимальной Скорости Но и Актуально Ставить знаки Ограничения Минимальной Скорости Потому что Точно так же Регулярно Сталкивался С тем Что Ну Трасса Ограничение Скорости 90 Блин У тебя Какой-то Нехороший Человек Редиска Блин Ползет За скорость 80 При этом Блин Идет Сплошная Или Знаки Обгон Запрещен Блин А Вот это Вот Оно Никуда Не торопится Собственно Ну Я понимаю Или местный Или уставший И так далее Ребят Если уставший Лучше Блин Съехать Отдохнуть Размяться Попить В прошлом году Я делал Банально Значит Останавливался На обочине Когда там Жара Блин Добивала Кондей Не справлялся Ну там Жара была За 40 Банально Поливал себе Башку Водой Все О Размялся Взбодрился Унылся Все Дальше Поскакал Попрыгал А тянуться В таком Вялом Состоянии Ехать Положив Башку На стойку Блин Или Не дай Боже На эту Шейную Подушечку Как Некоторые Ездят Подушка На шее Ездят Ребят Это опасно Для вас Для окружающих Так нельзя Это дорога Все таки Да все таки Дорога Блин И На этой Дороге Не только Вы Есть Вот эти Бараны Их мамка Так Вырастила Блин Ты вот Самый лучший Самый 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 Блин Ну да Он Вырос В это Поверив Вот И Очень много Таких Вот Не только Я это Отмечаю Как сказать Едет Спит 80 Начинаешь Обгонять Он Блять Просыпается И начинает Ехать Месяц С тобой Не давай Обогнать Такие Тоже Попадались Такие Тоже Встречались Там Что у Человека В голове Когда он Блин Тоже Начинает Рядом С тобой Разгоняться Не давай Обогнать Я не понимаю Что у Него Блин Кураж Он Решил Покуражиться Блин Поприкалываться Над Нивой Почему Не над Феррари То Господи Блин Погоняйся С Мерсом Ё-моё Че С Нивой Это Это Внедорожник Господи Эта машина Не для Гонок Как Люди Этого Понимать Понять Не могут Как Люди Не могут Понять Простую Вещь Нива Покупается Не потому Что у Человека Денег нет Когда у Человека Денег нет Он Покупает Себе Гранту Блин В конце Концов Она Потому Что Дешевле Нивы Она Дешевле Нивы Изначально Она Дешевле В содержании Блин В эксплуатации Ниву Берут По Другим Причинам И Совершенно Другие Собственно Люди И Когда Вот Такой Вот Кадр Блин Начинает Значит Там Тупином Разгоняться Вместе С Это Самое Дело Обычно Очень Просто Я Жму Сигнал Включаю Правый Поворотник И Начинаю Перестраиваться Блин Мне Не важно Есть Он Там Или Нет Масса Моей Машины Тонна 300 Пустая Трехдверка Весит Тонну 300 Это Железная Машина Его Плюс Я Значит Внутри Этой Машины Вешу На Килограмм 30 Больше Чем Вот Это Вот Там Дерьмо В качестве Прокладки Которая Плюс У меня Шмурдяка Именно Такого Внедорожного Блин Больше Явно Чем У него То есть У меня Машина Блин Сонаря Полностью Загруженная Весит От Полутора Тонн Я Его Выдавлю Причем У меня Полный Пиво У меня Лучше Управляемость На всех Режимах Будет Я Его Выдавлю В кювет Как Нехрен Делать На Раз Мякнуть Не успеть Когда Начинаешь Вот так Вот Делать Тогда Начинают Включать Мозги Там Сбрасывать Скорость Один От Меня Уехал Подобную Бяку Делал Я его На заправке Увидел О Родной А вот и ты Иди сюда Сейчас поговорим Он прыгнул в машину Скакал По-моему Он даже Там Кого-то На заправке Оставил Пассажира Своему Ну вот Это вот То что Касается Дороги То что Касается Дороги Разметка Разметка Практически Везде Кроме Совсем Откровенно Сельских Дорог Которые Меня Навигатор Вел Обратно Строится Это Хорошо Это Радует Значит Еще Одно Наблюдение Для Молодого Поколения Наверное Очень Хорошо Стыкуются Победные Реляции Из телевизора И то что Они Видят В сельской Местности Пока Едут Поля Цветут Кукуруза Колосится Подсолнухи Значит Цветут Все Хорошо Все Красиво Все Замечательно За Всю Поездку За Всю Поездку Я Насчитал По-моему В пределах 40 коров Я Проехал Из них Большинство В Крыму Я Проехал 6500 Километров Чуть Больше В пределах 40 коров На всю Вот эту Территорию Это Раз Где Стада Второе Я Не Видел Ни Полей Клевера Ни Люцерну Ни Других Полей С Кормами А Навигатор Меня Вел Не Только По Федеральным Дорогам Но И Блин Там Такими Огородами Прямо Диву Даешься Где Он Это Выкопал Кукуруза Это Корм Для Птицы Хороший И Подсолнечник Все Все Ребят Где Пшеница Где Рож Ну Я Человек Родившийся В Советском Союзе Имеющий Хорошая Классическая Качественное Советское Образование Я Знаю Какая Мясо Молочная Промышленность Да Там Птицеводство Что Для Этого Надо Какие Корма Выращиваются Должны Выращиваться И Так Далее Это В школе Проходили Плюс Богатый Жизненный Опыт Я Знаю Прекрасно Что Для того Чтобы Кормить Скотину Требуется Фуражное Зерно Тобишь Пшеница Фуражная А Для Людей Нужна Пшеница Первый Второй Высший Сорт Я Даже Фуражной Пшеницы Не Видел Вот Здесь В Удмуртии Я Наблюдал У нас Овез Да Все Все Вот Эти Победные Реляции Что Россия Экспортирует Там Произвела Собрала Пшеницы Вообще Больше Чем Советском Союзе А уж Тем более Там Значительно Больше Экспортировала Меня Это Все Не Трогает По Одной Простой Причине Это Потому Что Как Сказать Сравнивают Жопу С Мягко Говоря Сейчас Считают Всю Пшеницу Которую Вырастили Всю Пшеницу Которую Вырастили При этом Выращивают Сейчас Исключительно Кормовую Пшеницу То есть Фуражное Зерно Все Первый Второй Даже Не говоря Уж про Высший Сорт Сейчас В России Не Выращивают Ребят Если Вы Не Вкурсе Может Быть В Отдельных Хозяйствах Может Быть Но Эта Погода Не Делает Вообще В Принципе Советский Союз Выращивал В первую Очередь Он Разделял Все Победные Реляции На тему Сколько Собрано В закрома Родины Это Касалось Как раз Таки Пшеницы Для Людей Которую Россия На сегодняшний День Не Выращивает Советский Союз Почему Импортировал Пшеницу Потому Что Крупного Рогатого Скота Было Очень Много Что Обеспечивало Молочкой Все Население Свое Которое Сейчас Сократилось Раза В два По моему Вот По сравнению С тем Что было И это Обеспечивало Соответственно Мясом Вот Ну Рожда Я понимаю На Кубани Не найти Там Блин Не те Условия Для ржей Но Пшеница Там Должна Должна Быть На Кубани Пшеница Я не видел Вот Как то так В Крыму В Крыму Хорошо Цены В Крыму Вменяемые Ну Если не брать ЮБК Вот В ЮБК Жилье Дороже Ровно В два Раза Чем В Восточном Крыму Там В районе Феодосии Керчи Вот А цены На продукты Питания Такие же Как здесь На фрукты Соответственно Значительно Дешевле На Промтоварные Промтоварную Продукцию Цены Такие же Как здесь Некоторые Даже Дешевле Вот То есть Ехать туда Предполагаю Что у вас Будут Высокие Расходы Не стоит Вот Можно Конечно Питаться В кафе В ресторанах Хорошо Жить Не запретишь Но Точно Так же Есть Столовые В которых Присутствует Еще Советское Меню Вот И Приготовлено Все Ну Вот Так Вот То есть Мясо Это мясо Гуляш Это гуляш Вот Отбивная Это отбивная Да Суп Это суп Ну там Исходя из того Какой Именно При этом Абсолютно Вменяемые Цены Что Характерно Поэтому Пока Пока Радует То Что Скажем так Московский Бизнес В Крым Еще Не Пришел Еще Не Добрался Когда Доберется Как я Понимаю Будет Полная Задница Сценами Пока Там Так Скажем Советская Реальность И Никакой Клиентоориентированности Собственно Ну так Нет То есть На стандартное Бытовое Хамство В сфере Обслуживания Я Нарвался Вот Проностальгировал По полной Программе Тем не менее Отдыха Мне это Не испортило Абсолютно Вот Ты же Так же На автомате Рыкнул В ответ И стало Сразу Все Хорошо Все Нормально Да Как-то Так Как-то Так По Бензину Бензину Все Хорошо Бензин Есть Бензин Продается Не могу Сказать Что он В дороге Там Местами Совсем Плохого Качества Да Значит Лучше Заправляться На брендовых Но Не на брендовых Заправках Качество Бензина Я бы не Сказал Что сильно Хуже В самом Крыму Там по-моему Две Конторы Которые Продают Бензин Одна Из них Атан Я заправлялся Там Там Бензин Соответствует Качеству Лукойловского Вот Ценник На него Конечно 55.99 То есть 56 рублей Здесь У нас На Татнефти 50 рублей 20 копеек Ну В принципе Как бы Даже мне Это Так вот По кошельку Сильно В общем-то Не ударил Даже с учетом Моего Расхода Я Заправляюсь 95 Если Это Лукойл То Я Заправляюсь 95 И 92 Поочередно Вот На Такой Смеси Машина Идет Почему-то Значительно Лучше И Жрет Значительно Меньше Чем На Чистом 95 То Есть Я Без Проблем Заправляюсь На Какой-нибудь Скажем Так Левой Заправки С учетом Того Что у меня Бак Всего 42 Литра Вот Его Хватает Ну На 300 Максимум 350 Километров 400 Километров Это Если Тошнить А Тошнить 400 Километров Я Не Умею На 300 Километров Бака Хватает Всего Исходя Из Этого Соответственно Не Приходится Привередничать На Тему Заправок Соответственно Смотришь Там Ну 50 Километров Хватит Еще 70 Хватит Значит Заправляться Пора По-любому Бак Сушить Нехорошо Не нужно Вот Поэтому Заезжаешь Заправляешься Какой Нибудь Как Точно Так Полный Бак Заливаю Потом Соответственно Если Чувствую Что машина Как-то Не Очень Бодро Идет Тогда Заезжаю Соответственно На первую Попавшуюся Лукойловскую Вот И заправляюсь Там Исходя Из того Сколько Я Сейчас Бензина Выжиг Если Побольше Выжиг Значит 95 Разбавляю Если Не так Много Выжиг А Бензин Я Залил Ну Чуть Совсем Хреновастенький Ну Тогда Сот Заправляюсь Ну Литров Десять Сот Плеснул И все Опять Машина Едет Нормально Как За Так Гостиницы Строятся Гостиниц На Маршруте Достаточно Много В том Числе Таких Которые На Картах Не Отмечены Вообще Никак Вот Навигатор Помогает Очень Хорошо У меня Яндекс Навигатор При этом Скажем Так У меня Предустановлено Только Угнуртия И Предустановлен Крым Карты Крыма Все Остальное Исключительно При помощи Интернета Закачивается Ну Этого В принципе Хватает Для Для Того Чтобы Там Проезжая Какой Нибудь Населенный Пункт Смартфон Успел Скачать Что Ему Надо И Я Ехал С Нормальной Полной Информацией Вот В Самом Крыму Со Связью Стало Скажем Так Несколько Хуже Если Брать Сотовую Связь Все Нормально Но Что касается Мобильного Интернета Стало Хуже Матерятся Практически Все Начиная От МТС Заканчивая Йотой Которая У меня Вот Если В прошлом Году На Йоте Я Банально Интернет У меня Мобильный Был Единственное Что Не во Всех Местах Но В основном Он у меня Был Я Просто Скажем Так Платил По факту Сколько Скачал В этом Году Там Где Он У меня Этот Интернет Был В прошлом Уже Нету Ратуйте Приехали То есть Ситуация Стала Хуже Звонить Еще Можно Нормально Принимать Отправлять Звонки Нормально Без проблем А мобильного Интернета Все Ари Ведач Вроде Оно Показывает Что Он Типа Есть Но По факту Даже По Ватсапу Поговорить Это Блин Становится Проблемкой Переписываться Еще Можно По Ватсапу По Вайберу Уже Блин Можно Но Очень Сложно Долго Грузить Вот Поэтому Я сделал Просто В Керчи Заехал Взял Карточку Местного Оператора Волна По моему Называется Тариф Курортный Там 750 Рублей Платишь За Это Все Хозяйство На 20 Дней У тебя Безлимит Получается Безлимит По Интернету Мобильному Причем Он Вменяемого Качества Я С него Стрим Тогда Проводил С побережья И Соответственно Безлимит На Звонки По Крыму И Кубани Вот А звонки Соответственно За пределы Крыма Кубани То Ли Два С Половин То Ли Три Рубля Минута Вот Как то Так Это На 20 Дней То Ну Вполне Так Себе Вполне Себе Вменяемо Как Я Считаю Вот Если Конечно Кто-то Куда-то Заселился У него Там Есть Вай-фай Наверное Это Даже Здорово Лучше Не Надо Ничего Доплачивать Вот Как То Так Море Азовское Теплое Практически Всегда Вот Черное В этом Году Было Холодным Периодически Море Обновлялось Почему Оно Было Холодным Не Потому Что Погода Была Холодная Кому То Даже Может И Не Повезло С Температурой Море Но Юбка Море Было Практически Всегда Теплое Восточнее Феодосии Феодосии Температура Моря Падала До 17 Градусов Черного Это в августе Ребята В августе Конец Июля Август Начало В август А Вот Но Тем не менее Народ В принципе Купался Море Зато Море Обновилось Водичка Была Чистая Как Вот Я Выкладывал Фодки Из Феодосии Мне Не верили Что Это Горят Озеро Какое Это Феодосийский Залив Всего На Фотках Когда Я Был На Черном Было Всегда Спокойно Вот Там Дама Одна Волновалась Не Верила Мне Я Говорит Там Была Море Черное Все Время Шторнило Видимо Как Как Только Она Приезжает На Это Море Море Начинает Сразу Волноваться Вот Волнует Она Это Море Потому Когда Я Приезжал Было Тихо Спокойно За Это Время На Черном Я Был Три Раза Восточные Феодосии Там Где Шли Раскопки Археологические Катался На Раскопки Вот Смотреть Живьем Это Всегда Интересно Вот Там Да Там Дороги Были Ну Скажем Так Никакие Водичка Была Чистая Но Холодная Купаться В принципе Было Можно Я Не Стал Вот Феодосии Был Точно Так Ну Там Не Как Сказать Народу Нынче В Крыму Вот Говорили Что Народа В Крыму Нет Народ В Крыму Есть Народ В Крыму Был С народом В Крыму Было Все Хорошо Собственно Несмотря На то Что Там Открыли Турцию И прочие Направления Несмотря На то Что Значит Авиарейсы В Крым Закрыли Народу В Крыму Было Нормально Достаточно Я бы Сказал Наверное Даже Больше Чем В прошлом Году Вот В прошлом Там Ковидные Ограничения И прочая Хренотень Была Поэтому Некоторые Не ехали Боялись Что С них Там Будут Требовать Прививки Там На въезде В Крым Там ПЦР Тесты И так Далее Нет Все Было Нормально Когда Я ездил На Мелководье Было Тепло Дичка Была Теплая Но Народу Много Мне не нравится Вот И Третий Раз Это Я был В Коптебеле Точно Так же Море Было Спокойно Море Было Теплое Вот Вообще Был Кайф Полный В Крым Надо Ехать В первую Очередь За Все таки Не морем А Впечатлением Там Есть Что Посмотреть Места Такие Исторические Причем Там Смешано Куча Исторических Эпох Вот Куча Исторических Эпох И Это Очень Интересно Смотреть При этом В чем Как сказать Вот В Керчи На Большой Митридатской Лестнице Лестнице Царя Митридата Было Очень Интересно Туристы Доходили До Самого Верха Молодцы Но При этом В чем Почему То Они Не Ходили Там Живот По Лестнице Поднимаешься До Определенного Урова У тебя Пошли Улочки В сторону Это же Гора Вот На которую Поднимается Вот Это Вот Все Значит И там Расходятся Улочки Там Туристов Нет Поднимаешься Еще Выше Там Снова Улочка Ну Как Терраса Там Дома Построены Там Туристов Нет А там Точно Так же Кладка Старого Камня Старые Дома Блин Насколько Они Древние Хрен Его Знают Ну Вот Какого Она Там Году Веки Блин Построена Просто Не Вот Видно Что Блин Вот Тебе Шелковица Стоит Шелковица Это Выглядит Блин Как Старый Дуб Блин Здоровая Такая Вот Это Шелковица Она Уже Вросла Вот В Эту Мощеную Мостовую Блин Там Забор Вот Этот Камен Сколько лет Этому Всему Хрен Он Знает Там Туристов Нет Им Интересно Почему То Рядом С Этой Лестницей Идет Стройка Реставрация Театра Что Характерно Там Естественно Блин Я туда Полез Через Прути В заборе Хотя бы Посмотреть А там Лежат Блоки Которые Явно Достали Из-за Вот Этой Старой Лестницы Ее Отреставрировали Она Сейчас Выглядит Как Новая Старый Камень Который Остался Его Очистили Он Теперь Выглядит Как Новый А там Лежат Старые Блоки Они Пронумерованы Все И Вот Эти Места Сочленения То есть Если Вы думаете Что Вот Этот Блок Прямоугольный Со всех Сторон Вы Все И Ошибаетесь Там У каждого Камня Свой Характерный Рельеф Обратно То есть Там Вот Такие Насечки Например И Он Соответственно Ложится В соответствующие Пазы Там Камень С шипами Тут Смотришь Блок С ответными Значит Углублениями Чтобы Все Это Хозяйство Спокойно Лежало Без Сякого Раствора И Не Расползалось Понимаете Вот Это Туристам Уже Не Показывают И Вот Это Туристы Уже Не Видят И Не Смотрят Ездил Крепость Еникале Опять Не Совсем Понятно Где Там Совсем Древнее Где Там Относительно Новое Где Там Старое И так Далее Подобное Вот Огромная Просьба К Историкам К 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 Черт Возьми Делайте Блин Вешайте Таблички Хоть Фломастером Рисуйте Блин Вот Эта Дырка Это След От Снаряда Великую Отечественную Войну Блин Вот Это Провалилось Там Во время Боев Великой Отечественной Или Значит Вот Это Следы Пуль Пулемета Времен Там Я не знаю Гражданской Блин Или Там Первой Мировой Империалистической Войны Или Там Еще Когда Там Ж Господи Сколько Этих Войн В Крыму Было Блин Сколько Раз Там Кого Попало Вышибать Оттуда Приходилось Все Эти Крепости Они Использовались Естественным Образом По Своему Предназначению Блин Практически Все И Когда Ты Приходишь Ты Понимаешь Что Вот Это Вот Оно Не Просто Так А Когда Вот Эта Дырка Возникла Когда Вот Этот Пролом Вышербина Образовалась Хрен Не Не Табличек Не Пояснений Ни Ни Фига Вот Этот Стоит Нахрен Никому Не Нужное И Все Вот Не Откопано Не Раскопано Ты Идешь Вот Здесь Тут Провал И Здесь Провал Симметричный Я Понимаю Землей Вообще Здесь Было То Ли Это Как Альтернативные Историки Говорят Блин Там Засыпанные Города Ну Вот Это Вот Все Да Потому Что Очень Похоже То То Есть Че Как Куда Ничего Непонятно Ходишь Да Понимаешь Что Это Древность Да Понимаешь Что Здесь Скорее Всего Были Бои Да Ну Блин Черт Возьми Это Шкерчик А Чем 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 Нифига Не Понятно Вот Точно Так Ж Да Вот Пометка Значит Склепы Подъезжаешь Два Холмика Скорее Всего Было Откопано Потом Обратно Закопано Ладно Грязевому Вулкану Фиг с ним Я уж Не поехал Хотя Наверное Надо было Все таки Скататься Но там После дождя Там Обычно Там В низинке Получается Такая Как Оно И вон Вот Там Грязь Такая Не как Глина И не как Чернозем Она Блин С мелом Это вот Знаете Как Гипс Или Алибаст Намешать Или вот Жидкую Глину Смешать Блин Со Сметанообразным Алибастом Вот Вы Получите Такую Грязь Которая Там Вот В Крыму Ой Да Развалины Крепости Окей Хорошо Где Вот Как шла Каменная Грида Так она И дальше Как она Выглядела Как часть Стены Так она И дальше Выглядит В каком Месте Блин Эта крепость Фиг его знает Потому что На месте Там Ни табличек Ни обозначений Нифига На карте Есть На местности То есть С этой точки Зрения Именно Исторической Это Очень Перспективное Место Очень Ребят Перспективное Но Принцип Подхода Тех же Самых Археологов Ко всем Этим Вещам Он Блин На самом Деле Дико Разочаровывает И Просто Понимаешь Что На самом Деле Археологии Как Науки Тоже На самом Деле Нет Потому что Вот В прошлом Году Я был На раскопках В этом Году Поехал Туда Ж Там Совсем Другая Команда Археологов Ну Как Старшие Партии Блин Тот Же Самый Вот Который Всех Посылает Иди Нахер Который Всех Воспринимает В качестве Этих Альтернативщик Вот И Когда Просто Пальцем Показываешь На что То Блин Спрашиваешь Тебя Посылают Нафиг Вот А это Так Строили Чем Вот Это Было Перекрыто Каменными Плитами А Один А Таких Сломали И Блин И Отсюда Выкинули А Как Сюда Положили Когда Они Целые Это Били Там Ширина Этого Хозяйства Больше Четырех метров то есть чё цельный каменный плитой все это перекрыто было да окей каким краном это хозяйство сюда когда говоришь блин ребят вот же у вас вот у вас дырки здесь явно брус был вот брус как перекрытие на нем наверняка крыша какая-то была держался нет здесь не брус здесь есть камни почему не брус потому что здесь дерева нет строить типа не из чего да ну а в таком случае чё сырое жрали что ли ну все жрали сырой сырую рыбу сурове мясо да там баранину козлятину сырую сжирали нет готовили а на чем готовили то из каких дров то были нагонь то жгли потому что блин и вне к чтобы хвороста собрать я нам тоже не наблюдаю от слова совсем да и негде ему там расти то есть как строить так у них дерева нет а как огонь разводить для пожрать готовить так у них оказывается блин дрова есть геологику этих археологов я не знаю ну вот судак новый свет нет до туда я не доехал я доехал до как ты беля я доехал до белогорска это не до самого белогорска до белой стола я доехал ну вот на дальше в этот раз пока меня не хватило это вот с точки зрения ехать по всем вот этим достопримечательностям как я понимаю надо ехать туда надо зимой летом надо ехать на море именно вот фрукты море тогда за всеми вот этими впечатлениями надо ехать как я понимаю зимой туристов там будет самый минимум можно будет походить спокойно посмотреть без всякой жары особенно учитывая что зимой в крыму температура плюсовая там до плюс 10-15 на фоне нашей минусовой тех же самых минус 10 минус 15 ты приедешь туда и блин для тебя это будет жара можно будет ходить там фактически в рубашке ну вот то есть как то так вот это вот хозяйство тем более что я базировался там поближе к керчи и ехать сюда ну желание было сгонять именно судак массандра ялта симферополь севастополь я прекрасно понимал что это мне надо ехать как минимум с несколькими ночевками в плане приехал туда куда-то забазировался походил посмотрел переночевал с утречка переехал на новое место опять же походил посмотрел опять переночевал переехал на следующий и тогда вот таким вот образом чтобы не скачками не набегами а нормально так серьезно но это опять же соответственно требует уже немножко других расходов потому что и там жилье не оставишь вот здесь надо соответственно новое и искать себе жилье на сутки там на переночевать пик в разгар сезона как я понимаю тоже занятие как-то так тот же самый грот возле белой скалы очень интересное место ну очень интересное место говорят есть в техасе блин там такой грот где море за то есть там пещера сверху дырка такая а вот опять же по окружности а под горой получается как бы пещера в центре дырка тут вода здесь почти такой же грот только к морю не выходит ручеек течет но это опять же она не облагорожено никаким образом ничего там нет ни указателей нифига ничего никак при этом там загажено ты подходишь к этому гроту блин у тебя классический запах общественного туалета здесь не стоит то есть балбесы двуногие используют вот это вот в качестве общественного туалета блин вот неприятно как то так как то так таблички там всякие есть типа это памятник заезжать нельзя там не на мотоцикле не на велосипеде не тем более на машине тем не менее те кто посмелее они туда заезжают на самый вверх причем если ехать по указателю со стороны терчи со стороны крымского моста то там идет дорожка такая что любая легковушка пройдет если ехать с другой стороны со стороны белогорска уже там дорожка такая что ну видимо не всякая легковушка пройдет потому что поначалу там просто были явы такие качественные ну что называется слоновьи следы с водой и грязью а потом когда пошел подъем там периодически подъемчики бывали такие вот со ступенькой причем каменистые очень сильно я там на не виды конечно спускался без проблем а вот подниматься на моноприводе с низкой посадкой это блин будет я так подозреваю ну очень неприятно очень неприятно не подниматься не спускаться блин вот как то так как то так обратно соответственно шел обратно шел обратно шел через ростов но там объезд ростова за ростов потом с уходом на волгоград вот потом навигатор меня там периодически куда-то уводил-уводил-уводил-уводил волгограда я цепанул на обратном пути совсем чуть-чуть и потом ехал уже даже не по трассе навигатор меня вел какими-то огородами хорошими огородами дорожка была достаточно узенькая но она была пустая и она была ну да она была пустая с возможностью нормально там эти 110 120 я там просто через местность вот так я не понял где я ехал но вышел на камышин опять же получается у меня обратно я иду прохожу за первый день 1200 спокойненько там примерно 16 часов на это уходит ночую вот так как уже собственно отдых подходит концу раз я домой еду я уже встаю соответственно не в два-три ночи встаю я уже часиков шесть вот утречка по ижевскому опять же времени не по местному вот и спокойно еду до тольятти там ночую опять же 600 километров прошел спокойненько приехал в гостишку днем в обед спокойненько пообедал вот отдохнул опять на следующий день также с утречка блин спокойненько едешь уже дыжевск а вот и в обед уже уже наваливать снова 1200 вот смысла я не вижу потому что блин ехать это через татари ехать через татарию это блин я уже сказал это тот еще квест особенно через все эти населенные пункты татарея выбешивает вот этим всем беспределом своим блин просто блин то есть знак будет 70 ехать будешь 85 тебе придет штраф за то что ты ехал 85 потому что это превышение я максимум ограничения там шесть подотри это надо ехать блин за местными местным хвост встаешь и блин едешь за местным потому что блин реальные штрафы и знаки они нихрена не соответствуют это постоянно блин навигатор орет у тебя ограничения там камера на 60 хотя у тебя стоит знак тут же вот 70 когда ты едешь блин с трассы а у тебя блин сразу ограничения 40 блин и при этом висит камера это на это татаре значит ты кто ты все то есть ивана грозного им опять не хватает категорически не хватает удостоверением сотрудника нет ребят него она практически никому на дороге не интересно сотрудники гаи гбдд смотрят на него только с точки зрения что она у меня выглядит красиво вот все а так блин господи с их точки зрения блин едет колхозник чё с него возьмешь тем более что там где гаишники блин обычно я не нарушаю я вообще стараюсь не нарушать но как тут так поэтому этим хозяйством я не пользуюсь так вопросики где можно скачать вашу книгу про трихомонаду из жж мою книгу про трихомонаду у меня нет книги более про трихомонаду у меня есть несколько видео по трихомонаде и заметок а это все на сайте в открытом доступе читать так как бесит неадекватный штраф знак 40 на спидометре 62 63 7 утра не души да вот да именно так то есть в современных в нынешних условиях ограничения 40 я понимаю это на серпантине там где тещин язык что называется вот ну там хорошо согласен там где были школа хотя надо шкалеров учить вести себя аккуратно вот кстати да что мне понравилось в крыму керчи и соответственно что дико не нравится например здесь в ижевске тем более в татареи керчи народ себя на дороге ведет как советские времена по большому счету для пешеходов вот неважно нарисованная зебра или нет стоит знак пешеходный переход или нет пешеход подходит к краю дороги сначала убеждается блин что его пропускают что машина становится только после этого и здесь у нас блин в ижевске разбаловали до того что блин пешеход просто не глядя по сторонам шагает на проезжую часть его должны пропустить его не интересует какой скоростью ты едешь на каком расстоянии от пешеходного перехода ты был в этот момент он просто шагает дико бесит блин кадры которые останавливаются перед пешеходным переходом просто завидев чувака который где-то там блять идет не который переходит дорогу а который там где-то идет он подходит к тротуару этот баран уже остановился чё-то остановился кого ты здесь ждешь идиот ну ты не торопишься люди за тобой куда-то наверно торопятся чё ты здесь сейчас стоишь в кирчине там все по-советски там народ спокойно переходит дорогу там где нет пешеходных переходов их никто не давит но потому что люди переходят дорогу исходя из возможностей они исходя из знаков вот это там были никто просто так не тупит там просто едут все нормально спокойно ну там да там никто не торопится обстановка располагает вот жара вот это вот все едет просто спокойно там и гонять то собственно не где там одна улица где можно что-то как-то кого-то обогнать все остальное это блин как в древнем риме узкие кривые улочки вот это вот все слева машины стоят справа припаркованы и просто ты со встречным как-то ищешь какие-то возможности как вам разъехаться но поэтому там гонять собственно не поэтому все ездят тихо спокойно никто не сигналит никто никого не это самое не подрезает ну вот кроме ненормальных на бэхах с московскими номерами все все остальные меняем и адекватный есть спокойно вот дождя как-то при этом нормально все живут то существует никто никого не сбивает но все хорошо так понравилось нам м4 что-то с чем-то пробки почти круглосуточно но там а потому что высокая аварийность особенно в районе ростова вот поэтому я соответственно когда туда я там и не поехал вот с учетом того что сейчас дороги делают в том числе там в районе волгоградской области в в районе сальска были там есть сейчас вообще одно удовольствие собственно по времени получается примерно то же самое навигатор тем более что всех ведет старательно через если отсюда через ростов все ломятся туда создают пробки ради бога я маршрут забивал в конечную точку у меня все время вел туда нафиг отстань давай на камышин блин туда поеду тогда у меня построил так как я хотел дома соответственно от камышина там до тихо резко как то так как то так 750 грабеж ну я рассматривают хозяйство с такой точки зрения либо у тебя есть интернет либо у тебя нет интернет вот мне например интернет нужен с точки зрения потому что то что я уехал это еще не говорит о том что я не буду проводить консультацию это еще не говорит о том что мне соответственно никто не позвонит с каким-нибудь вопросом чего у него там случилось приключилась и так далее поэтому мне например связь нужна и ну безлимит по интернету там по звонкам по крыму и так далее 750 до хрен с ним вот из них 200 200 рублей идет оператору остальное как бы туда вот ложится на этот счет где выговариваешь но зато связь есть практически всегда плюс 17 до освежает было вот было разочек а так в основном тепле и так в основном тепле и база на охоте как и прежде ну еще раз я стараюсь проходить все это хозяйство утром я стартую получается в два по местному в два ночи по моему это в 23 до по моему времени это получается в 3-4 утра ну вот в это время спят еще все при этом если вы посмотрите маршрут из тихорецкой или маршрут на там обратно на ростов я стараюсь идти опять же по платке а стараюсь не идти по вот этому западному как это западная объездная блин краснодарская потому что там-то там до хрена станицы там блин голодные злые гречники стоят ну нафиг что такое блин краснодарские гречники кубанские гречники я знаю еще со времен учебы там не хочу даже общаться изначально не хочу создавать поводов были для общения не хочу категорически потому что даже я закончил в 93 году 94 я закончил до закончил в 94 уже тогда это все было блин бабки 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 а что и сейчас блин я прекрасно себе представляю ну поэтому не хочу общаться поэтому пораньше встал блин прошел все это хозяйство со со стране пораньше и все нормально и ушел дальше вот как то так по крымским винам значит то что я купил в коктебеле на коктебельском винзаводе наводит на нехорошие мысли наводит на нехорошие мысли точно так же массандра испортилась массандра испортилась точно так же мне есть чем сравнивать в крыму есть винодел участник который делает сам единолично о котором я знаю скажем так от своих коллег знаю там всю предысторию почему он не стоит на рынке не торгует в открытую соответственно почему точно так же он и и не прячется и почему он обеспечен клиентурой в это самое вот так потому что человек делает действительно хорошее настоящее вино домашнее это то самое вино которое можно разбавить водой и оно не теряет во вкусе нет ну естественно становится слабее но в этом вине не чувствуется не спирт не сахар она цельная понимаете вот если массандра да нет не под москвой блин вот если взять например массандровские особенно крепленные вина которые там 16 градусов да то есть вот это вино которое я беру асана это там тоже примерно 16 градусов получается вот массандровская 16 берешь и там ты чувствуешь отдельно спирт ты чувствуешь отдельно сахар если ты его разводишь водой у тебя получается как ты там все равно чувствуешь сахар и спирт я не будет просто там обычного более слабого вина вот это вино если ты развел водой там примерно один к одному ты получаешь такое же венок которое хорошее в бутылке вот из массандровских так не получается как ты бельская блин еще хуже ну взять то я взял на пробу надо понять самому но блин может быть то что у них там продаются за две с половиной там 5000 за бутылку я подозреваю что это наверное есть настоящее вино зачем если у вас она возьму блин за 350 за литр это настоящее при этом всем у него там как скажем так моно вина тоже самое каберне шардоне мускат так и соответственно он настаивает вина на фруктах вино с щелковицей или с инжиром или там с малины со смородиной изумительнейшие вещи купажи делаю прекрасно единственный минус но не хранится долго для того чтобы хранить его долго требуется условия создать в принципе можно если постоянно у меня вот в одной из комнат будет пахать кондиционер а это черт возьми несколько накладно получается но опять же я повторюсь и сразу предупреждаю до 30 лет до 33 я бы сказал лет пить нельзя после 30-33 можно хорошие вина именно что хорошие вина которые блин не сляпаны из чего попало блин спирт и все остальное а настоящие вина и только после 42 45 можно крепкие вещи типа коньяк ром водку пиво нельзя ни в каком возрасте вообще слово совсем понятно да это к вопросу чтоб потом не не сказали что тут понимаете ли это сама пропагандирую блин алкоголизм нет после 42 45 не просто можно а хорошее вино нужно оно должно быть оно должно присутствовать в рационе вот а какое это будет сладкое полусладкое белое красное сухое там мокрое и так далее это уже вопрос чисто вкуса потребности организма до этого времени до 33 лучше вообще ничего не пить кроме воды и соков исключение ем исключение может быть ну где-то после 21 года нормальное собственное домашнее вино как сказать молодое вот там где скажем так виноград прошел сок прошел ферментацию вот соответственно просто ушел лишний сахар все вот то что в абхазии называют маджар и и то по очень большим праздником они каждый день все ребята еще раз пиво водку нельзя ни в каком возрасте что пиво это откровенная гадость что водка это откровенная гадость вот если вы делаете что-то самостоятельно какой-то что-то гоните для себя ну в таком случае используйте все это дело хотя бы как растворитель и делаете скажем так все это дело хотя бы в районе там 50 градусов не меньше 45 и настаиваете на чем-нибудь полезном только не на меду спирт алкоголь с медом это кирды к сердцу блин ребят запомните блин вы убьете блин свое здоровье свое сердце на раз ну вот ну просто поищите что такое кетоновые тела и как они блин влияют на сердце в конечном итоге поищите то есть сделать настойку на чабреце там на каких-то травках полезных ради бога ради бога делать что-то типа а-ля коньяк ради бога вот но просто так спирт разведенный с водой дистиллят значит там слабо градусный дело в том что водка сама по себе с одной стороны та ну с одной то стороны как алкоголь она да растворяет всякие отложения в сосудах поэтому алкоголиков сосуды чистые они подыхают от того чтобы печень развалилась да вот но то же самое делает и коньяк сосуды чистят водка хреново метаболитами своими мало того по итогам расщепления водки понимаете там возникает вообще какая штука блин так как это алкоголь спирт фактически смешанный с водой да если так взять то он расслабляет гладкую мускулатуру в том числе сосудов поэтому сосуды расширяются расслабляются а вот когда действие проходит они начинают сужаться а там метаболиты и начинается игра сосудов то сужаются то расширяются то сужаются то расширяются и так далее понимаете вот это уже категорически нехорошо по одной простой причине потому что кровеносная система сосудистая система она помогает должна помогать сердцу гнать кровь она должна работать вот таким вот образом не вот так вот блин как попало там потому что ее траванули спиртом а вот так вот чтобы помогать сердцу прогонять кровь понимаете коньяк темный ром имеет отличие в чем он устраивается выдерживается в дубовых бочках дубильные вещества не дают сосудом играть не расширяться изначально не потом спазмировать понятно да не упиться коньяком ромом конечно тоже может ром имеет свойство поднимать давление там потому что сахар присутствует вот наливка на смородине градусов 25 домашние как подействует на человека ну считая это крепленое вино да просто ягодное крепленое вино фактически как оно подействует ну точно так же как водка вот опять же это надо смотреть с точки зрения чтобы когда ты пьешь не допускать опьянение достаточно значимого вот Все Вот как только пошло расслабление Ты именно расслабляешься Не пьянеешь еще, а вот просто расслабляешься Вот на этом надо Либо заканчивать, либо Поддерживать Исключительно вот этот уровень Как только человек начинает пьянеть Это говорит о том, что Мозг Отравлен, поэтому он Начинает всякую фигню делать Вот Как-то так Как-то так О вреде для мозгов Молодежи расскажите Спиртного Я же рассказывал это все хозяйству Отдельное видео у меня есть по этому поводу Вот Отдельное видео есть А нынче я Рассказываю про поездку В Крым Собственно По генеральским пляжам Можно ездить на легковушке Желательно не сильно низкой То есть Российской легковушке хотя бы С просветом там Ну Ну хотя бы От 16 Желательно от 18 Сантиметров Потому что Ларгус Там проехал Но блин Он очень хорошо дорогу выровнял Он ехал и шкреб днищем Потому что там местами Блин Именно Камни торчат Через дорогу У меня впереди Просвет 28 сантиметров Сзади Под мостом Под вот Нижней точкой картера 22 Но это нижняя точка картера А там где вот Балки моста Ну Чулки идут Там больше значительно Больше 25 Вот Мне не страшно Нормально А вот легковушки Блин Эти моменты Они Ну его нафиг Пузо обдирать Об камни Но на гарантии Там проехать можно На Весте Если в нужных местах Высаживать пассажиров Тоже проехать можно Ну вот В принципе Как то так Хотя там возникают Вопросы Блин По подъему Ну Все так я тут На Ларгусе Проехал Видимо С разгона Местами там Брал подъем Но тем не менее Он проехал Вот Энергия в организме В целом Позитивное состояние Изменилось После южного солнца Да Изменения Начались Более менее Такие вот Хорошие Позитивные Что я начал Ощущать Где то После 10-12 дней Пребывания там Вот Только тогда Я начал Потихоньку Адаптироваться Соответственно Через две недели Более менее Как то Я вообще Вот это Все хозяйство Почувствовал А ближе Уже к отъезду Ну там Да Там начали Появляться Новые мысли Какие то Идеи Те же самые Темы для стримов И так далее Вот Тяга к работе Появилась Это и говорит О том Что как бы Вот Поэтому и Да Отдыхать надо Не 14 дней Отдыхать надо Блин 28 дней Я провел там 19 дней Плюс Вот Соответственно 5 дней В дороге Сумарно Я считаю Я считаю Этого мало Этого мало При этом Надо Отдыхать Таким образом Чтобы Я делал Тоже неправильно У меня был Включен телефон Телефон Он должен быть Выключен Все Чтобы никто Ничего Вообще Никак Отключиться К чертовой матери От этого всего И просто Наслаждаться Природой И так далее Вот это Самое то Ребятки Там Которые На генеральских Пляжах Были Отдыхали С палатками С кемпингами Там На кемперах Заезжали Они молодцы Вот Это тот Отдых Который Теоретически Нужен В принципе Но это Если ехать На Ниве Это надо Да Это надо Прицеп На прицеп Грузить воду Заезжать Со стороны Курортного Кстати говоря В курортной Если что Дорогу Практически Полностью Заасфальтировали Вот До этого Там была Дикая Грунтовка Щебенка Блин Просто страшно Сейчас Все Я уже Я проехал По генеральским И выехал Через курортное В золотом Заехал Курортно Выехал Вот До курортного Асфальта Уже Дотянули Уже Хорошо Но Само курортное Мне не особо Понравилось Там Очень много Пыли Там Очень много Проезжает Машин И отдыхать Среди Вот Этого Хозяйства Блин Ну Лично Мне Например Не понятно Потому что Вот Машины Едут Туда Обратно Блин Там На этой Косе Между Морем И Грязевым Озером Чукраком Там Коса И На этой Косе Блин Стоят Палатки И по этой же Косе Тут Блин Народ Катается На машине Ездит Как жить У дороги У пыльной Я не знаю Какой это может быть Отдых Мне непонятно Например Надо Наверное Быть Очень Большим Романтиком Чтобы Там Жить Так Северным Регионам Посещать Юг Нужно Нужно Обязательно Обязательно Чем Дольше Человек Живет На севере Тем Дольше Он Должен Проводить Больше Времени Он Должен Проводить Во Время Отпуска Потому Что Солнце Потому Что В северных Регионах Категорически Солнца Людям Не Хватает И Никакие Витамины Не Заменят Потому Что Еще раз Говорю На Сегодняшний День Давно Понятно Известно Что В организме Синтезируется Куча Витаминов В присутствии Солнца Или Не Синтезируется Соответственно Причем Это Тех Витаминов Которые На сегодняшний день Еще Даже Никак Не Обозначены Никакими Буквами Вот А На сегодняшний день Латинский Алфавит Для Витаминов Уже Кончился Если Что Если Вы Не Не Вкурс Ну Вот Ю Посещать Надо Да Но Для Севера Это Только Самолет Как Я понимаю Потому Что Блин Пилить Оттуда Как Человек Из Йобурга Сказал Блин Я Единственное Что Я говорю Дурак Блин Надо было Лететь В Минводы И Брать машину Там Оттуда Ехать Не то Чтобы Ближе А Получилось Быстрее Потому Что Дорожка По Черноморскому Побережью Она Она Вся Забита Очень Сильно Ну Вот И Лететь До Минвод Было Несколько Дешевше Вот Как То Так Государство Должно Блин Построить Дорогу Хорошую Через Всю Страну Люди Должны Иметь Возможность Ездить На Машинах От Владивостока До Калининграда Государство Должно Блин На этой Дороге Построить Сейчас Этого Не делается Это Не Строится Но Должны Блин Строить Кемпинги Мотели Принудительно Кафешки Принудительно Заправки Каждые Макс Максимум Каждые 300 Километров Это Должно Быть Посты Оказания Помощи Должны Стоять Естественно Значительно Чаще Значительно Чаще И аварийные Кнопки Блин Там Где Дорога Проходит По Сибири Они Должны Быть На Трассе Каждый Черт Возьми Блин Максимум Каждый Километр С обозначением Где Ближайшая Тревожная Кнопка По которой Нажав На которую Блин Ты дождешься Прилета Блин МЧС Только Так Только Так Чтобы Люди Любили Свою Родину Они Должны Ее Знать Они Должны Ее Видеть Какая Она Во Все Ее Красоте Или Даже Неприглядности Когда Едешь По Стране Ты Видишь Как Живут Люди Как Оно Все Проходит Происходит И так Далее Ты Понимаешь Что Все Вот Эти Победные Реляции В телевизоре Они Яйца Выеденного Не Стоят На самом деле К Сожалеем Очень Много Сельскохозяйственных Скажем Так Площадей Не Использованы Вообще Никак Очень Много Очень Много Да Видно Что Там Уже Не Лес Но Там Ни Хрена Не Посажен Этого Очень Много И Это Только Вот По Дорогам Ну Почти Федеральным Или Региональным А Уже В глубинку Если Заехать Каких Регионок По которым Вы Проехали Вас Удивила Дорожная Обстановка Поведения Людей Татарии Татарии Это Другое Государство Причем Маловменяемое Государство Проезд По территории Которого Платно В Саратовской Области Кстати Говоря В Саратовской Области Вот На Дороге Урал Есть Место Где Блин Понатыка На Тренок Камер На Тренок Вот Причем Вне Наличия Знаков Вне Наличия Знаков Я посмотрел Где штраф Которые Мне Пришли Это Ребята Это Невменяемо Еще раз Если Там Висит Знак 90 Я Буду Ехать 110 И Соответственно Меня Будут Там Штрафовать Если Я Блин Превысил Вот Это Вот Я Там Могу Ехать 113 Блин 115 Хрен 118 Ну Вот Но Где-то Вот Тут Вот Рядом Но Не Превышение Как В Одном Месте Значит У Меня Скорость 99 Оказывается А Там Оказывается Знак 50 Нет Нет Я Конечно Хулиган Но Блин Ну Не Настолько Вот Понимаете Центральный офис ВОЗ Ну Если Центральным офисом Считать Этих Как 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 Которые Своим Флагом Избрали Цвета Радуги Ну Наверное Да Вот Наверное Да Значит Какая Еще Интересная Фигня Была На Въезде В Крым Когда Спускаешься С Крымского Моста Стоят Некие Служители Минтранса То есть Не ГИБДД ГИБДД Стоит отдельно Они Тоже В форме Они Похожи На ГАИшников Но Это Не ГАИшники Они Останавливают Машины Соответственно Просят Предъявить То Что У вас В Багажнике И Показать То Что У вас В салоне Пассажиров Отправляют На Досмотр В здание И Никаких Полномочий У них На это Нет От слова Совсем Да Вот это Очень Важно Чуть Не Забыл Да Ни В коем Случае Не Надо Вестись На Эду Хироте Ни Куда Там Идти И Показывать Свои Вещи Каким То Странным Людям У них Нет Никаких Законных Полномочий Проводить Досмотр Ни досмотр Ни осмотр Минтранс Это та контора Которая Должна Контролировать Всего Навсего Грузоперевозчиков Но Не Личные Автомобили Тем более Вещи Тем более Граждан Гаишников Сначала Блин Скажем Так Все таки Как Никак Я к этой Системе Блин Не так Далек Да Поэтому Как бы Информация До меня Дошла Сначала Дали Команду Гаишникам Этим Заниматься Они Вроде Как Начали Но У нас Очень Много Граждан Которые Хорошо Знают Законы И Свои Права И Которые Начали Этих Гаишников Не Просто Посылать По Известному Адресу Но И Писать Соответственно На них В прокуратуру Соответственно Гаишники Очень Быстро Отказались От Демиссии Сказали Мы Этим Заниматься Не Будем Поэтому Прислали Сотрудников Минтранса Которые Блин Точно Так же Палочкой Там Останавливают Машины Выборочно В карман Так Пассажиры Пройдите Туда На досмотр С вещами С вещами Пассажиры Пройдите На досмотр Так Вы Товарищ Водитель Открывайте Багажник Покажите Что у вас В салоне Первое Ваше Действие Еще Раз Подобные Действия Могут Проводиться Исключительно А В аэропорту Да Ну вы Это Знаете Сейчас На ЖД Вокзалах Да Ну я Думаю Ну вот Либо В рамках Уголовного Дела В рамках Следствия Понимаете Все Собственно Все Поэтому В первую очередь Надо интересоваться Уважаемые Вы Кто Что-то Я не Расслышал Вы там Как Представились Сотрудник ДПС Нет А кто Сотрудник Минтранса А у вас Есть такие Полномочия А кем А кем они подписаны Каким Судьей Каким Прокурором Кем они подписаны Покажите Пожалуйста Нет Все Я поехал До свидания И берете И уезжаете Понятно Берете А этих А этих А этих Спасибо Ребята До свидания В ваших Услугах Я не Нуждаюсь Идите Маму Свою Проверяйте Понятно Не надо На эту хрень Вестись Они Прикрываются Тем Что якобы Они проверяют Что вы там Что-то Не везли Но Это Во-первых Уже на спуске С Крымского Моста Вы его Уже Проехали Понимаете Не на въезде На выезде С моста То есть Что там проверять Во-вторых Чтобы повредить Этот мост Это Надо Чтобы Грузовик Взрывчатку Вез Чтобы этот мост Повредить В легковушке Столько Взрывчатки Тупо Не поместится Все И все Это дело Там Да Проверять После моста Какой идиот Это придумал Я не знаю Но Тем не менее Люди На это ведутся Такая у нас Демократия В стране Нынче Понятно Да Вот Имейте ввиду Так Как-то так Как-то так Так что Ехать на машине Отдыхать Можно И Нужно Вот Зная Свои права Правила Дорожного Движения И руководствуясь Здравым Смыслом На дороге Останавливался Я по пути Туда Ведитель Ларгуса Махал руками Потому что Очень уж Энергичная Жена У него Была беременна Я думал Там что-то Началось Остановился У него Он домкрат Дома забыл Блин Прохохотал Блин Он у меня Домкрат Просил Но Ларгуса Домкрат Такой Ромбовидный Блин Который Вот так Вот Блин Форму Заменяет Понимаете Снизу Подставляется Под порог И поднимает А у меня Домкрат Другой Совсем У меня Реечный У меня Там вот Такая Фигня Под порог Втыкается Блин Сбогу В эту Фигню А потом Поднимается Домкрат У меня Ему Совсем Никак Не подходит Втыкать Ему В Ларгус Некуда Поэтому Ехал Еще раз Останавливался Непосредственно Там В Крыму Когда Проехал Генеральские Пляжи Проехал Курорт Ное Подъезжал Керчи Блин Смотрю Там Что-то Какая-то Суета Машины Что-то Остановились Блин Что-то Там Над кем-то На обочине Блин Естественно Скорость Все сбрасывают Я тоже Сбросил окно Открываем Проезжай Что случилось Тепловой удар А Окей Сейчас Запарковался Схватил Бутылку Воды Да У меня В машине Всегда Была Вода В полторашках Я покупал Воду В магазине Просто Сразу Упаковкой То есть Шесть Полторашек Сразу За сиденье Блин Ставил Все У меня Есть Вода Бутылку Схватил Прискакал Лежит Мужик Вот На бочке Грустный Полил его На голову Сразу Блин Задергался Блин Ох Живой В ухо Гритлить Не надо Ух ты ж Ёкарный Бабай Ещё и Привередничает Ну вот Ну ладно Башку Полил Блин Самого Облил Точно Так же Вот Остатки На Пей Дайте Герему Блин Пусть Пьёт Ускакал За второй Бутылкой Вот Две Бутылки Ещё Взял Вернулся Я Говорит Не хочу Он Не хочет Говорит Пить Родной Я Не спрашиваю Хочешь Ты Или Не Хочешь На Пей Так Я Не Хочу А тут Значит Ещё Один Мужик И Две Тётки Блин Его Пассажир Вот Я Говорит Не Хочу Пей Давай Блин Родной Я Вот Тётки Значит Что вы к нему Пристали Человек Не хочет Я говорю Давайте Вы не будете Сейчас Мне Рассказывать Что я тут Должен А что Не Должен Делать Вот Я Знаю Что я Делаю Блин А вы Пока Тут Это Лучше Юбками Блин Ветер Создавайте Вот А его Значит А я Его Мне Говорит Холод Я Смотрю У него Губы Синеют На Улице Блин За 30 Холодно Блять Ему Ага Губы У него Синеют То есть У него Мотор Вот Вот Встанет Блин Пей Тётки Мне Опять Он Не хочет Человек Так Плохо Что Вы К нему Пристали Я Врач Иди Нахер Не Не Мешайте Еб Твою Мать Он Говорю Сейчас Ласты Склеит Блять Видите Губы Синеют У него Сердце Останавливается Пей Воду Скотина Если Сдохнуть Хочешь Начал Пить У меня Говорит Не лезет Я Клизму Поставлю Сзади Точно Залезет Он Снова Начал Пить Потом Ну Вот Все Да Меня Говорит Тошнит Я Говорю Ну Если Блеванешь Будет Нормально Говорит Тогда Блин Набери Воду В рот Пусть Она Потихоньку Просачивается А этим Попутно Теткам Объясняю Вы Понимаете Почему У него Тепловой Тудар Потому Что Он Уже Потерял Практически Всю Воду В Организме Ему Уже Испарять Через Кожу Нечего Чтобы Охлаждать Само Себя У Него Объем Вот Этой Кровеносной Системы Сжался До Мизера Вся Кровь Уходит Почему Человек Сознание Это Теряет Почему Ему Лечь Это Надо Потому Что Крови До Мозга Не До Ходит А Когда Он Ложится Кровь Начинает К Мозгу Притекать Но Этой Крови Может Не Хватить Для Сердца Вы Понимаете Насколько Объем Сжимается И Этот Объем Необходимо Восполнять Ну Вот Пей Собака Все Слышит Слышит Все Пьет Начал Пить Ну Все А Ой Да Ну Поним Ну Все Молодцы Губы Синеть Перестали Ну Все Поедем Воду Им Оставил Уехал Ну Лучше Скорую Вызовите Это Понимаете Как вам Сказать Человек Он Смертен Причем В том числе Внезапно Смертен То Что Он Вот С вами Сейчас Разговаривает И Там Чем-то Возмущается Какими-то Вашими Действиями Это Еще Не Говорит О том Что Он Гарантированно Выживет Сейчас Он Возмущается А Через Минуту Это Будет Труп Остывающий И Что Вы Делать Будете В него Сейчас Надо Воду Заливать Мало Чем Он Там Возмущается Мало Лишь Ему Там Неприятно Когда Будут Крышку Заколачивать Это Будет Еще Неприятнее Так Если Уж Мужик Здоровый Такой Плотненький Мужик Сколько Сороковничка Наверное 40 С Копейками Такой Крепкий Плотный Такой И Вот Ему Закерова Стало Это Говорит О чем А то Ну Все Собственно Ему Полежать На травке Захотелось Да Да Сейчас На травке Полежать Там Голова Уезжает Блин Единственное Более Менее Состояние Как он Се Чувствует Это Лежа Потому Что Еще Кровь Голове К мозгам Приливает Он Тогда Более Менее Се Чувствует Но Там На сердце Уже Может Не хватить Этой Крови Поэтому Там Надо Поить 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 Человека С одной Стороны Да Поливать Его Чтобы Он Остывал За счет Этой Воды А С другой Стороны Именно Поить Восполнять Объем Крови Все Без Вариантов Три Литра В него Влить Можно Как Нифиг Делать Ничего Ему Не Сделается Скорее Всего Блеванет Да Тоже Хорошо Ему Полегчает Резко После Этого И еще Залить После Этого Блевать Уже Не Будет Ну Вот А Если Блин Ну Уже Это Самое Там Сознание Потерял Ну Одно Сердце Еще Бьется То Есть Он Еще Живой В этом Случае Да Штаны Снять Блин Там Хоть Бутылку Вставить В задницу Блин Жобу Поднять И залить Все Это Хозяйство Тем более Бутылка Если Пластиковая Надавливается Влить Через Прямую Кишку Блин Вода Очень Хорошо Всасывается Ну Если Вы Хотите Это Самое Все Таки Человека Спасти А то Бывает Как В Анекдоте Блин Врач Сказал Ты Не Выживешь Да Понимаете Работа Медиков Она Вообще Такая Незильная Эстетическая Вот Нам Надо Смотреть Не С точки Зрения Что Прилично Что Неприлично Что Красиво Что Некрасиво А С точки Зрения Что Требуется Вот Этому Конкретному Организму В данный Момент Времени Вот Эти Действия Соответственно И Надо Выполнять Понятно Мазочный Режим Могут Вернуть Опять Конечно Могут Господи Конечно Могут Что Вы Ребята Тут Для фронта Не хватает Ни техники Ни электроники Ни этих Беспилотников Ни Хрена Не хватает На фронте Блин Там Все Это Дело Блин Деньги Собирают Блин В Китае Закупают Туда Все Это Дело Отправляют А у Нас Главнокомандующие На Голубом Глазун Друзья Партнеры Блин Там Коллеги Если Вы Хотите Мы Можем Поставить Любую Технику Блин Включая Беспилотники А какой Вменяемости Можно Вообще Блин Говорить Мы Можем Поставить Ну У нас Свои Войска Наверное Полностью Обеспечены Этим Да Нет Если нет Тогда О чем Речь Как То Так Ну Это мы Уже Не в ту Степь Собственно Пошли Так Я опять Уже Больше Двух Часов Стрим На сегодня Заканчиваем На сегодня Завершаем Наверное Все таки Надо Купить Себе Этот Самый Видеорегистратор Блин Повесить Нормальный И потом Демонстрировать Кадры Отснятые В пути Потому что Красиво Очень Очень Много Красивого В дороге Попадает Вот Но Снимать Фильмы Что-то Как-то Заниматься Там Именно Именно Фильмом Там Как это Делают Камеру Поставил Потом Уехал Вернулся Значит Там Снова Проехал Мимо Камеры Красиво Не Вот Такой Фигней Заниматься Не хочу Потому что Для меня В пути Время Дорого Для меня В пути Время Дорого Как-то Так Как-то Так Вовремя Прикупленный Компрессор Беркутовский Опять же Это не реклама Просто Блин Тот Компрессор Который Я купил Изначально Какое-то Китайское Говно Блин Но Он Толком В состоянии Накачать Одно Колесо Потом Он Начинает Скидти Нагреться Блин И это Невменяемое Додергание Получается Какое-то Поэтому Я плюнул И купил себе Беркутовский Компрессор По-моему R15 Вот Теперь Есть Возможность Заехал В горы Блин Трясет Нафиг Колесики Приспустил До полутора Атмосфер Вот Все И поехал дальше Мягонько Нормально Съехал Накачал Обратно Есть Возможность Спокойненько Быстренько Регулировать давление Исходя из окружающей температуры Потому что Я видел Очень много Народу На обочине Меняющих колеса Почему Потому что Обычно Меняют колеса Когда По весне Да На летнее Когда температура Ну днем Повышается Там До Плюс Десяти Ну Пятнадцати И вот он Соответственно Привез колесики Из гаража Или из какого Где-то они В холодном месте Хранились Температура Их там Максимум Плюс Пять И ему Выставили Давление Которое Нужно При температуре Окружающего Воздуха В районе Там Плюс Пять Плюс Десять А теперь Представьте На улице Жара За Тридцать Температура Асфальта Будет В районе Тридцать Пять Тридцать Шесть Сорок Колесо От того Что оно Катится Под нагрузкой Нагревается И Естественным Образом Воздух В колесе Нагревается От этого Расширяется И давление В колесе Повышается То есть Ему сделали Когда-то Там Ну так Условно Две атмосферки Да Или 1,8 А сейчас Вот с этим Всем хозяйством У него получилось Больше двух Причем Хорошо Больше двух Там в районе Две с половиной Вот Он не понимает Что он едет На деревянных Блин Колесах Тем более Эти колеса Изначально Не рассчитаны На такие Нагрузки И Очень много На Старой Резине Как я видел Почти лысые Блин Катались Покупают Сейчас Подешевше Там Китайскую Какую Нибудь Фигню Блин Я изначально Себе брал Атэшечки Которые С рисунком Под песок Ну или Асфальт Соответственно Атэшка Она все таки Покрепче Обычных Дорожных Будет Вот Да Мне приходилось Регулировать Колесики Качественное Давление Вот Без вариантов Потому что Ну Да У тебя На десяточку Поднимается Вот Ты Вот тут Вот Сейчас Просто В тенечке Все это Хозяйство Блин Отрегулировал Ты прокатился Километров Там 25 И у тебя Блин На десятку Давление В колесиках Поднялось При той же Самой температуре А если еще Температура Выросла На десять Это будет Еще одна Десятка Если у тебя Температура Выросла На тридцать Граус Это Три десятки У тебя Будет Примерно Плюс Давление К этому Хозяйству Итого Уже Четыре Десятки Да Ну Вот Колеса Получаются Перекаченные Да Это Не есть Хорошо Вот Мне Соответственно Теперь Спустить Не проблема Чтобы Потом Не проблема Накачать Правда Этот компрессор Оптимальнее всего Не в прикуриватель Втыкать А Там Есть Прикуриватель И есть Проводочек Дополнительный С крокодильчиками И на другой стороне Ответка Под этот самый Штекер Для прикуривателя Вот Удобно Сразу Все это Хозяйство На аккумулятор Зацепил Блин Не выжигая Предохранитель Блин Сразу Все Подкачал Это Удобно Вот Как-то Так Как-то Так Кондиционер Очень хорошо Помогает Кондиционер Очень хорошо Спасает Некоторые До сих пор Не знают Что в Ниве Устанавливаются Кондиционеры Сильно Удивляются Вот Так что Подсказывайте Пишите Пишите В комментарии Вообще Всегда Старайтесь Писать комментарии Большая к вам Просьба Писать комментарии По теме Видео Которые Вы Смотрели Учитывая Что Монетизация Отсутствует А Монетизация Была Единственным Способом Единственным Более-менее Действенным Способом Продвижения Канала В Ютубе Остался Следующий Момент Это Комментарии Чем больше Комментариев Под видео Тем Считается Что это Видео Популярнее И Только Популярные Видео Ютуб Продвигает Получили Какую-то Пользу От моего Канала Очень Хорошо Напишите Пусть Другие Точно Так же Получат Пользу Не Стесняйтесь Напишите Если У вас Есть Опыт Использования Информации Моего Канала Сайта Пишите Отзывы Это Всегда Интересно Другим Людям Отзывы Я ставлю У себя На сайте Опять Если Что В телеграме Группа Есть Подписывайтесь Николай Геннадьевич Выставь Сюда Да Еще Парочка Объявлений Первое Сделали Еще одну Группу В Вконтакте Лев Бульдозер Библио И Там Будут Выкладываться Непосредственно Там Будут Выкладываться Все Видеокниги Которые Я читаю Вот Раз Так Что Если Что Подписывайтесь Пишите Вопросы Хотя Бы Сюда В Комментариях Или В телеграме Или Еще Куда Нибудь Пишите Вопрос Потому Что Еще Раз Для Меня Я Все Вопросы Уже Решил Для Меня Вопросов Нет Вопросы Они Все У вас Поэтому Понять Что Вас Интересует Я Могу Только Исходя Из Ваших Комментариев Понятно Да Поэтому Пишите Еще Раз У Меня Есть Сайт Левбульдозер Точка Ру Идите Туда И читайте Там Там Все Материалы Есть Для Того Чтобы Вылечиться Самостоятельно От Чего Угодно Причем В Свободном Доступе Вот Задавайте Вопросы Спрашивайте Пишите Комментарии Пожелания Там И так Далее И так Далее И так Далее Спасибо Что Пришли Будьте Здоровы Всем Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует